Добрый вечер, дорогие друзья! С вами Антоха Играет. Продолжаем проходить Mass Effect Legendary Edition. Ну и давайте продолжаем продолжать. На чем мы остановились в прошлом прохождении? Мы победили разумную картошку, из которой озарейки местные извлекли память предков, и наш шепард снова словил трип, на этот раз красная мазня стала красными картинками, и в конце появились жнецы. Вот с таким примерно звуком. Ну и все, и пора нам уносить свои хоккемасы с этой чертовой планеты. Собственно говоря, этим мы и занимаемся. Всем пока. Шепард всех спас. Все, не аплодируйте. Шепард удаляется. Все, бежим на Нормандию, а можно как-то F и убежать на Нормандию? Ай, нет, конечно нельзя. Что ты, с ума сошел, что ли? Ты что думал, что можно просто взять и улететь с карты? Нет, конечно нельзя улететь с карты. А кто помнит, в какой стороне... Откуда мы приехали? Откуда-то отсюда мы приехали. Ладно, сейчас разберемся. Где-то же мы перестыковались, там внизу еще охранник стоял. Ладно, выбираемся. Выберемся. Как-нибудь довыберемся. По-моему, вот мы правильно бежим. Все, гетов мы изгнали, колонистов мы спасли, картошка больше их не зомбирует, воду наладили, электроэнергию наладили. Единственное, что с едой там какие-то непонятки остались. Но сейчас мы разберемся. Наверное, сейчас побочечка у нас будет. По-почечка сейчас у нас будет. Ну, прощай, дружелюбный, атмосферно нарисованный мир, где в кои веки ремастер действительно постарался, и была приятная картинка. Прямо покидаем этот мир. А еще плюс в том, что у меня классная винтовка. Винтовка мне нравится прям. Все, поднимаемся на борт, нормально. Дезинфекции. Давайте Шепарда на самоизоляцию посадим, пусть сидит и думает о жизни. Я не могу спасать человечество, а у меня это самоизоляция. Капитан, у вас бледный вид. Шифр не оказывает на вас дурного действия? Мой мозг взболтали, как яйцо для омлета. Как я себя могу чувствовать? Возможно, я смогу вам помочь. Я специалист по протеанам. Если я соединю свое сознание с вашим, мы могли бы чего-нибудь добиться. Ну, Кальмар, я тебе напомню, какой ты специалист. Ты 50 лет рылась в руинах и не знала... Это ж я включила систему защиты, но я не уверена. И сама не могу из нее теперь убраться. Там в центре руин будет лифт, но я думаю, что это лифт. 50 лет! Наши земные археологи пирамиду Хеопса вскрыли быстрее, не будучи продвинутой космической цивилизацией. Игра стоит свеч. Конечно, игра стоит свеч. Давай, пусть лезет в нашу голову. Там проходной двор уже. Сделайте это. Быстро. У нас не так много времени. Расслабьтесь, капитан. Обнимите вечность. Это было невероятно. Все это время. Все мои исследования. Я даже не мечтала. Простите, такие живые образы. Я и представить себе не могла, что они будут настолько яркими. У вас удивительно сильная воля, капитан. То, что вы видели. Через что прошли, могло сломить кого угодно. Ну же, давайте к делу. Что вы видели? Маяк на Иден Прайм был, видимо, сильно поврежден. В нем недоставало крупных фрагментов сообщения. Информация, переданная в сознание капитана, неполная. Какой наш следующий ход? Я сумела истолковать информацию, переданную вам в видении. По крайней мере, уцелевшие фрагменты. Но она неполная. У Сарына могут быть недостающие фрагменты. Он мог найти еще один маяк. Если мы отыщем то, чего не хватает в вашем видении, я смогу... Особенно для мужчин слияние утомительно. Особенно, когда второй раз после первого прям вообще очень напрягает слияние. Доктор Чаквас должна вас осмотреть. В этом нет необходимости. Мне просто нужен отдых. В каком-нибудь тихом месте. Здесь мы закончили. Вы свободны. Я отправил рапорт насчет Ферреса, капитан. Соединить вас с советом? Конечно, конечно соединяй. Да, Джокер. Свяжите. Устанавливаю связь, капитан. Капитан, Руководство Экзогени должно было сообщить нам о Террианине. Это сделало бы вашу задачу намного проще. Вы смогли бы захватить его для изучения, вместо того, чтобы уничтожать. Я хотел с ним подружиться, а он не хотел со мной дружить. Я предлагал. Экзогени пыталась его изучать. И смотрите, что из этого вышло. В таком случае, возможно, все к лучшему. По крайней мере, вы спасли колонию. Ну, разумеется. Шепард пойдет на все, чтобы помочь человеческой колонии. Ой-ой-ой, кто бы там трындел-то? То, что я человек, здесь ни при чем. Колонии требовалась помощь. Восхитительно. Но порой спектрам приходится идти на жертвы. Надеюсь, вы будете готовы к этому, когда придет время. До свидания, капитан. Мы будем ждать вашего следующего рапорта. Так, а можно как император Палпатин узурпировать власть и казнить совет? Меня бесит этот совет. Они не менее тупорылые, чем большинство вообще здесь персонажей. Я хочу стать единоличным правителем цитадели. Можно казнить совет? Наверное. Наверное. У них наверное все. Мне нравится. Наверное. Мощно, мощно. Так, Шепард, мы должны убить совет. Пойдем с Джокером патрындим. Джокер сейчас по-любому вышестоящему капитану будет рассказывать байки свои. Кстати, капитан, в следующий раз давайте, может, постараемся не садиться посреди колонии зомби-мутантов. А вдруг нам не понравится? Ты, может, завалишь свою хлеборезку, ты всего лишь штурман, а я капитан корабля. Где эта реплика? Завали хлеборезку. Ну, давайте, патрындим с ним. Как наша Нормандия? Она действительно так хороша, как о ней говорят? Нормандия. Лучший корабль флота. Мы же говорили уже об этом. Если есть пилот, который знает... Баланс довольно... Для среднего пилота Альянса Нормандия, пожалуй, крутовата. Но, к счастью... Свежих реплик нет. Я лучший выпускник курса летной говношколы. У меня туева хуча разнообразных поощрений. И я никогда не просил снисхождения из-за болезни. Давай я тебя уволю. Я не могу позволить вам быть на борту, если вы можете заразить экипаж. Заразить экипаж? Вы понятия не имеете, о чем говорите, верно? Ладно. У меня синдром Вролика. Врожденная хрупкость костей. Кости у меня в ногах неправильно развивались. Если приложить даже небольшое усилие, они ломаются. Ходить трудно даже с костылями и скобками. Один неверный шаг и хрязь. Все это очень драматично. Но я научился жить с этим, капитан. Дайте мне Нормандию, и я заставлю ее танцевать для вас. Я буду плакать сейчас от этой игры. Только меня самого не просите, кстати, сплясать. Постарайтесь смирить свои садистские наклонности. Как человек, у которого ломаются ноги, вообще попал во флот космический? Как он это сделал? Кто еще пишет в комментарии, что это серьезная фантастика? Как человек с ногами, которые ломаются, вообще попал на корабль? Он как по трапу поднялся? Как это происходит? Объясните мне. Серьезная фантастика. Расскажите мне о синдроме Вролика. Раз уж мой корабль в ваших руках, я должен знать. Ну еще бы. Это очень редкая штука. Что ее вызывает, точно неизвестно. Наверное, что-то генетическое. В принципе, можно жрать какие-то пилюльки, но полное излечение невозможно. Мой случай почти критический. Я родился с десятком переломов. Бедра, голени. То есть у меня кости ломались еще во чреве матери. Сто лет назад я подох бы в младенчестве. Но мне крупно повезло. Современная медицина превратила меня в полезного члена общества. Во флот бы тебя все равно не взяли. Вот хоть усритесь, ребята, даже в супер будущем его бы во флот не взяли. Вы же не сломаете себе ноги, управляя кораблем? Ну, капитан, я ж не ногами управляю. Так что пока я в этом кресле, все в порядке. Хотя, чтобы встать и пойти отлить, приходится напрягаться. Я свое дело делаю не хуже, чем любой на корабле. А вообще-то и лучше. Так что расслабьтесь. Заметьте, это штурман говорит капитану корабля. Типа, да, да, все в порядке. Вот из-за таких вот штурманов, вот таких вот горе-идиотов, потом происходят всякие трагедии в реальном мире. Я не хочу вас ставить в неудобное положение. Да, конечно, уволи его нахер. Давайте поговорим о чем-нибудь другом. Как прикажете, капитан? Так, как вы получили свое прозвище? Ну, давай, расскажи мне великолепную историю прозвища. Почему все зовут вас Джокером? Звучит не так пафосно, как лейтенант космических сил Альянса Джефф Морро. К тому же Джокер, он как бы и в колоде, и как бы сам по себе. Нужны еще комментарии относительно того, что этот человек вообще во флоте Альянса делает? Сам по себе. Сам по себе в структуре, где четкая иерархия и структура подчинения. Вы уходите от вопроса. Слушайте, я себе имя не выбирал. Одна инструкторша в летной школе доставала меня, что я, мол, никогда не улыбаюсь. Стала обзывать меня Джокером. Шутняком вроде как. Вот и прилипло. Вы были несчастны. Конечно, он был несчастен. Скажите о своей боли. Давайте про несчастье спросим. Почему вы не улыбались? Да я там за троих вкалывал, капитан. Хренолысого ты добьешься, если будешь только ходить до скалицы, как идиот. К концу того года я был лучшим пилотом в Академии. Летал даже лучше инструкторов, и все это знали. Им всем пришлось отсосать у задрота на скрипучих ножках. Вот уж на церемонии выпуска я поулыбался. Да как ты за троих вкалывал, если у тебя ноги ломаются? Если для тебя с койки встать, это проблема, согласно твоим же репликам только что. Ой, все, короче. Мне пора идти. До свидания. Хорошо. Увидимся. Уровень детского сада. Мы все униженные и оскорбленные, но я избранный управляю этим кораблем. Никогда бы ты в жизни им не управлял. Тебя бы выгнали с позором бы сразу же отсюда. Так, пойдем, поведем еще кучу душесчипательных бесед, прежде чем лететь на побочку. Я... О, и у меня такое, знаете, желание прям сесть и этот... Скажите, что... Смонтировать надо, как я во все это чудо-порнографию играю вообще. Ну, это серьезная, серьезная фантастика. Так, давайте с Азарейкой потрындим. Зашли меня проведать, капитан? Конечно, я беспокоюсь о судьбе кальмаров. Выглядите вы гораздо лучше. А как себя чувствуете? Доктор Чаквас обещала поставить меня на ноги. Она превосходно разбирается в физиологии Азари. Все медики Альянса на всякий случай проходят курсы на планетной биологии. У меня такое чувство, что вы хотите меня о чем-то спросить, капитан. Вообще не хочу. Вообще не хочу тебя ни о чем спрашивать. Может быть, вернемся к тому, с чего начали? Вы говорили о своем интересе к протеанам. Вообще-то, по-моему, я говорила о своем интересе к вам. И при этом выставила себя дурой. Я плохо умею общаться с окружающими. Особенно с людьми. Когда мы встретились, я мало знала о вашем виде. Мне трудно было принимать людей всерьез. Вы всегда казались такими суетливыми, такими нервными. У нас не так много времени. Азари может прожить до тысячи лет. А у нас сто пятьдесят. Нет, это уже рекорд. Это верно. Сначала я думала, что в этом состоит слабость вашей расы. Но познакомившись поближе с вами и вашей командой, поняла, что это может быть ее преимуществом. Вы, люди, существа действия. Вы преследуете свои цели с неудержимой решительностью. Это восхитительная черта, но в то же время и опасная. Вы нас боитесь? К сожалению, для всей остальной галактики люди что-то вроде хулиганов. Чтобы достичь желаемого, вы идете поперек всех. Это мнение сумеют переменить такие люди, как вы, Шепард. Я делаю все, что могу, Леара. Есть причина, по которой совет решил, что именно вы станете спектром. В вас увидели нечто особенное, лучшее, что может предложить человечество. Я посмотрела вашу биографию. Я знаю, что случилось на Акузе. Да что там случилось? Мне-то расскажите. Вы очень сильны. Мне, мне, вот мне, Антону, расскажите, что случилось на этой Акузе. Я там не был. Я не знаю, о чем вы все говорите. При этом мой персонаж там что-то пережил. Но я-то это своими глазами, как игрок, не видел. Два по сценарному мастерству. Два. Не нужно было действовать за моей спиной. Я и сам бы рассказал все, что вы хотели знать. Приношу свои извинения, капитан. После нашей последней беседы я боялась, что опять скажу какую-нибудь глупость. Я хотела побольше о вас узнать, чтобы понять, что повлияло на вашу личность. У вас есть нечто необъяснимое, Шепард. Я интересую вас только из-за моих видений. Вы просто хотите больше узнать о протеанах. Согласна. Сначала мой интерес касался вашей связи с протеанами. Но потом он вышел за эти рамки. Вы интересуете меня, Шепард. Но я не знала, уместно ли поддаваться чувствам. Я подумала, что между вами и сержантом Уильямс уже есть некие отношения. Чего? Чего? Вы тут все в любовь еще решили поиграть? Эш особенно. Эш это Глент. Глент особенный. Серьезных нет, это лично. Она ко мне к линию подбивает. Кальмар подбивает ко мне к линию. Ничего себе. Я только начал отыграть. Значит, у нас штурман корабля с ногами, которые ломаются. А кальмар подбивает ко мне к линию. Мощно прямо. Мои отношения вас не касаются. Мистер кальмар. Придешу свои извинения, капитан. Я не хотела совать нос в ваши дела. Мне казалось, между нами есть взаимное влечение. Очевидно, я знаю о человеческих отношениях меньше, чем думала. Не будешь ссувать нос в наши дела, и я не буду ссувать писюн в наши тела. Вот так бы я даже сказал. Меня влечет... Ой, все, 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 все. Не надо, нет, никаких кальмаров. Так, выйти из разговора. Мы будем друзьями. Забудьте, очень слызно, ошибайтесь. Так, все. Давай вот это... Давай останемся друзьями. Я просто зашел потрындеть. В этом смысле вы меня не интересуете, Лиара? Меня все это крайне тревожит, капитан. Давайте поговорим о чем-нибудь другом. Давай, Кайден, мы тут межвидовый интим разводить не будем. Мы все-таки человечачи... Человеча... Человеки... Так, с доктором не буду говорить. Пойду с барбулятором хочу поговорить. С барбулятором и этими своими охламонами. Где они у меня? Они у меня внизу. А, нет, подождите, барбулятор возле двигателя же тусуется. Так, Кайден, у тебя тоже какие-то душесчипательные... А, подождите, все правильно, здесь Кайден тусуется, да. Давай, Кайден, как тебе миссия? Понравилась? Вам что-нибудь нужно, капитан? Ищу личного общения. Нет, не ищу, спасибо. Что вы думаете о последней миссии? Хорошо, что не все инопланетяне похожи на Торианина, а то бы мой желудок не выдержал. У меня есть кузен, он в агробизнесе. Думаю, не позвонить ли ему? Может, он сможет начать поставки на Ферос? Они ведь теперь отрезаны от компании. Понятно все. Поговорим в другой раз, лейтенант. Капитан? Так, лично я с тобой общаться не буду, а то тоже начнешь клини подбивать. Спасибо, с меня хватило киберпанка, когда детектив на крыше поцеловаться предлагал. Я, ребята, не из этих. Я это, как бы натурал. Сейчас ты, конечно, плохо и нетолерантненько, но у меня как-то так хорошо, понятненько. Дурдом, ромашка. Человек, у которого слабые кости у нас, офицер флота. За троих он вкалывал, за троих он вкалывал. Так. Так, кто у нас здесь? Давайте с Эш поговорим. С Глентом. Глент, как дела? А, пока я здесь. Ты сказала, что теперь служишь у капитана Шепарда. Видели его в новостях? Такой красавчик. До скорого, сестричка. О, скажите, что вы этого не слышали. Ваша сестра, я полагаю. До тех пор, пока я не вернусь домой и не прибью ее. Это Сара, самая младшая. В чем дело? Вы же пришли не мою личную почту подслушивать. Семья для вас, кажется, очень важна. Да, мы всегда были близки. Особенно с сестрами. Папа постоянно был на службе. Я помогала маме их воспитывать. И ваши сестры с вами еще разговаривают после того, как вы их воспитывали? Поразительно. Одно время между мной и Сарой отношения были напряженные. А потом мы помирились. Ничего себе. Мощно. Похоже, ваш отец не часто бывал дома. Семья разве не жила с ним? Папа всегда хотел служить в космосе. Но, чтобы у нас под ногами была твердая земля. Говорил, в космосе красиво, но детей там не вырастешь. Покой не ли я? Улетают все время. Я сушу до капли чашу странствий, всегда страдал и радовался полной мерой с друзьями или один. Бродяга ненасытный повидал я многое. Чужие города, края, обычаи, вождей премудрых. Теннисон, верно? Вообще, я не узнал этой стихии. Я Есенина, Пушкина, ну и чуть-чуть, и все. И все. Ну, Аку там 47 еще могу, конечно, узнать. Но Теннисон, нет. Вы читаете стихии. Оно мне всегда нравилось. Что за бред? Как-то скучновато. Блеснем эрудиции. Улис был папиным любимым стихотворением. Каждый раз перед полетом он записывал, как я его читаю. К отставке у него накопилось с десяток разных копий. Они ему до сих пор нравятся? Надеюсь, что так. Я каждый раз читаю их у него на могиле, когда попадаю домой. Папа умер несколько лет назад. Но, думаю, он смотрит на меня. Так что приходится вести себя хорошо. А как ты думаешь, откуда он на тебя смотрит? Если он умер, например, на земле, и он, например, на земном небе, а ты, например, на Фаеросе, он смотрит на тебя с Фаеросовского неба. Как ты думаешь? Вы же вроде сказали, что он умер. Ну, вы же понимаете. С небес. Или называйте, как хотите. Для вас же это не проблема, что я верю в Бога. Все зависит от того, нет ли у вас проблем с теми, кто не верит в Бога. Капитан, я не фанатичка какая-то. Я верю в Бога. Во что верят остальные, это их дело. Мне надо возвращаться к своим обязанностям. Не хотела отнимать у вас столько времени. Мы только что выпотрошили гигантскую, разумную, говорящую картошку, которая брала под контроль людей, а ты веришь в Бога. Отлично. Что вы думаете о последней миссии? Здешними колонистами нельзя не восхищаться. Менее подходящего места для колонии и придумать-то нельзя. Будь у меня выбор, я бы тут ни на минуту не осталась. Угу. Но выбора-то у тебя нет, ты же солдат. Пока еще. Поговорим позже, Уильямс. Буду ждать, Шкипер. В плане Шкипер. Но это, видимо, какая-то терминология. Ладно, тут я не буду возмущаться, потому что я не силен в терминологиях. Так. А где лягуха? Давайте с лягухой поговорим. Итак, Сарен в бегах. Ему недолго бегать. Сарен крут, но я круче. Крут? Он сгнил. Насквозь. Я понял сразу, как увидел его. Почему вы мне раньше не сказали? Сказал бы. Но не думал, что это важно. Тут я решаю, что важно. Рассказывайте, как вы познакомились с Сареном. Это было давно. Какие-то наемники хвастались, как работали на краю систем термина. Типа платят хорошо, а хозяина вечно нет на месте. Никто не стоит над душой. Типа там нужны еще люди. Я и вписался. Я не знал, что Сарен в открытую набирает наемников. Не в открытую. И сам он показался лишь однажды. Несколько месяцев мы устраивали налеты на корабли. А потом взяли грузовое судно. Самую большую нашу добычу. Я был на борту. Обыскивал тела в поисках лишней пары кредитов. И вдруг увидел его. Что Сарену было нужно на этом корабле? Не знаю, что ему было надо. Он просто ходил по кораблю. Смотрел. Кто-то из наших назвал его по имени. Но он с ними не стал говорить. Ни с кем не говорил. Он мне сильно не понравился. Так что я свалил оттуда. Даже не стал дожидаться расчета. Больше вы его никогда не видели? Да. Я даже не знал, кто это. И до сих пор бы не знал. Если бы не вы. Но инстинкт мне подсказал правильно. Через неделю все наемники, кто там был, были мертвы. Все до единого. Но это хорошо. Вы же грабили баржу-то. Они не просто дрейфующую баллонку. Зашли где никого нет и взяли товары. Вы же там переубивали всех. Так что тебя, Рекс, тоже расстрелять надо. Так-то, если что. До встречи, Рекс. Шепард. Но тебя расстрелять-то не получится. Ты же у меня член персонажа. Ты же у меня член. Огромный такой. Рептилоидный. Так, Гарус, ты что думаешь? Капитан, как вы? Я отлично. Почему вы пошли на службу в СБЦ? А мы об этом говорили, кстати. Хм, каких, например? Как и все, наверное. Хотел сражаться с несправедливостью. Думаю, я... Он тяжело воспринял мою отставку. Короче, это все мы говорили. В молодости он отговорил меня становиться спектром. Кто? По тем же причинам. А, нет. Видимо, не говорили. Вас хотели сделать спектром? Ну, меня считали потенциальным кандидатом в спектры. Меня и еще примерно тысячи других призывников-турианцев. Я мог бы пройти подготовку, но отец не захотел. Он спектров презирает. Ему мерзка самомысль о неограниченной силе безо всякой ответственности. Вы бы ему не понравились, капитан. Без обид. Угу. Слова настоящего офицера СБЦ. Угу. Да, я их слышал слишком много раз. А, что тут ближай. Но Саран не собирался играть по нашим правилам. По правилам СБЦ. Чтобы схватить Сарана, нужен кто-то, кто не связан уставами и правилами. Вы быстро учитесь, Гарус. Мы побьем его в его собственной игре. Это единственный способ его остановить. Я с вами, капитан. Я с вами, капитан. Интендант. А ты мне будешь что-то предлагать купить? Зачем? Я насобирал кучу всего везде. Так. И барбулятор остался у нас еще. Без душесчипательных бесед. Смотрите-ка. Я почти выучил расположение, расстановку сил на корабле. Инженер Адамс. Так, барбулятор. О, здравствуйте, Шепард. У вас грустный голос. Да я бы не сказал. С вами все в порядке? Не знаю. У вас чудесный корабль, и команда ко мне так хорошо относится. Особенно ваш старший инженер. Но я здесь чувствую себя неуютно. Нормандия летит так плавно, что кажется, будто мы не движемся. И двигатель работает так тихо. Как вы засыпаете по ночам? Тишина не дает вам спать. У нас на флоте, если тихо, значит случилась беда. Отключился двигатель, или испортился фильтр воздуха. Здесь такого не бывает. Но привычка есть привычка. Но дело не только в тишине. На корабле так пусто, будто половины экипажа не хватает. Дома я очень ждала, когда же отправлюсь в паломничество. Мне так надоели эти бесконечные толпы. И вот я здесь. И словно бы скучаю по ним. Порой мы не ценим то, что имеем, пока не потеряем его. Это верно. Я начинаю задумываться, в чем смысл паломничества. И это позволяет мне по-новому взглянуть на свой народ и культуру. Вы знаете, порой бывает, что кто-то уходит в паломничество и не возвращается. Я всегда думала, что с ними что-то случается. Но может они просто хотят жить по-другому. Вы собираетесь вернуться на мигрирующий флот? Я не смогла бы бросить свой народ, Шепард. В конце концов, я вернусь. Но сначала надо остановить Сарана. Иначе мне некуда будет возвращаться. Так, это все мы говорили точно. Мне нужно идти. Ух! Ну, потрындели со всеми душевненько прям. Аж поговорили. Кучу всяких историй узнали. Мощно. Мы узнали то, что каждого второго можно смело выпирать из флота к чертовой матери. За профнепригодность. Особенно нашего штурмана, у которого слабые кости. И он все время ломается. Спорим, в конце ему прижмет ноги каким-нибудь станком, и он геройски погибнет. Наш мега штурман. Если бы я был сценаристом и ввел бы такую характеристику персонажа, что у него типа слабые ноги, он бы в конце обязательно как-то бы все впухли за его слабых ног. Посмотрим, посмотрим, как здесь сценаристы отработали. Ну, кто играл-то знает, а я-то вот не играл, я-то понятия не имею. Так, ну что? Значит, а, я на мостик не поднялся, да. Пардонте, пардонте, не поднялся на мостик. Так. Поднимаемся на мостик и летим уже на какое-нибудь задание. Со всеми поговорили. Ух, и душевно. Я посмеялся. И очень, очень меня это веселит. Очень веселит. Это, конечно, космическая сага. Это эпопея. Ну, давайте, мотанемся, значит, на побочку. Никуда от нас основные квесты не убегут. Значит, знаете, что мне было еще интересно в прошлом прохождении? Вот. Куда еда улетела? В журнале грузового корабля на Ферресе содержалась информация о крупных отгрузках в систему скопления Войджера. Настораживает тот факт, что в данном регионе некуда осуществлять такие крупные поставки. Да, вдруг там споры еще разумной картошки. Летите в систему Амазонки. Так. Система Амазонки в скоплении Войджера. Вот туда мы сейчас и рванем. Система Амазонки в скоплении Войджера. Вдруг там споры картошки. Надо остановить это дело. Нам ни к чему разумная картошка еще в одной вселенной. Так. Веймар. Туманность Амстронга. Скопление Войджера. Амазонка. Здесь одна система. Да, больше нет ничего. Отправиться в другой системе. Да, полетели. Ну, для своего времени, конечно, игра, наверное, была очень передовой. Я в нее не играл на момент выхода, потому что у меня на момент ее выхода компьютер бы с ней не справился. У меня была видеокарта 128 мегабайт. Смешно, да? Да. Я помню, когда Far Cry первый со 128 мегабайт на видях и переселил на 512. Я офигел, в общем. Капитан Шепард, у нас неприятное известие. Во время войны первого контакта мы запустили на территорию турианцев множество зондов-шпионов. Только что мы получили от одного из них сигнал. Миссия выполнена. И где же он был все это время? Понятия не имею. Задержка передачи. Эти зонды создавали в спешке, сразу после первого контакта. Разве это проблема? Когда мы запускали эти зонды, мы не знали, с кем сражаемся. И не хотели, чтобы враги изучали наши технологии. На зонды были установлены ядерные заряды. Тактические боеголовки мощностью 20 килотонн. Это почти как бомба, сброшенная на Хиросиму в 20 веке. Если кто-нибудь найдет этот зонд, капитан, вы сами понимаете, что случится. А разве этим не должны заниматься саперы? У нас нет специалистов по ядерным бомбам. Я знаю. Я не стал бы просить вас, если бы это не было настолько важно. Информация об этих зондах была засекречена 26 лет назад. Совет наверняка назовет ловушки с водородными бомбами. Опасными и безответственными. Если они найдут эти зонды, у Альянса будут неприятности. Я прошу вас, потому что Нормандия может добраться туда быстро и незаметно. Это в скоплении Вояджера. То есть мы сейчас еще должны жопу человечества прикрыть, да? Хорошо. Займемся этим делом немедленно, адмирал. И постараемся сделать все тихо. Капитан, я очень это ценю. Удачи! Пятая флотилия, отбой. Пятая флотилия, отбой. Шестая флотилия. Куда мне лететь-то? А типа ищи теперь, да? Где хочешь, там и ищи, куда лететь. Так, мы ушуршали в Амазонку, а на какую планету-то он поставлял груз? Ладно, Тремор. Давайте по порядку пойдем. Тремор. Водородный гелевый газовый гигант. Разведаем. В результате сканирования поврежденного с орбита вы обнаружили высокую концентрацию азота. Отлично. Так, этот мы разведали. Здесь что? Сибиу. Небольшая скалистая планета, покрытая льдом, чрезвычайно тонкий атмосферный слой которой содержит водород и этан. Пойдет. Разведаем. Вы нашли обширную секч-шахт, находящуюся на геостационарной орбите. При содействии штурмана Пресли в вашей разведгруппе удалось обнаружить небольшой непилотируемый зонд, оплеченный, отмеченный эмблемой базы Квадим. Это тот зонд, который нам надо было найти или что? Ну, короче, какой-то зонд мы нашли. Так. Дернека. Дернека. Ничего не можем с ней сделать, просто прочитали про планету. Санедма. Так. Вторая планета в системе Амазонки, для которой характерны сухой климат и отсутствие водоемов. Разведать. Редкоземельный элемент. Отлично. 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 Великолепно. Мы не зря старались с вами. Ёлка вспыхнула огнями. Агибиний. О, нам надо сюда. Небольшая лишенная водоема в планете, чрезвычайно тонкая атмосфера, которая состоит из двуокиси углерода и криптона. Несмотря на то, что планета обладает массой достаточно для удержания гораздо более толстого слоя атмосферы, значительная ее часть рассеялась. Красный гигант Амазонка является переменной долгопериодной звездой, и в настоящий момент она находится в надире своего 16-летнего цикла. Ни черта не понятно, но очень интересно. Приземляемся. Это мы поставки еды, а зонт мы, видимо, уже нашли. Так, просто летали и нашли. То есть мы водородную бомбу себе на борт взяли и такие довольны летим. Так, ладно. Значит, Глент и Коленко у нас все нормально. Значит, Гарлус у нас нифига не прокачивается. И вот кальмар, который ко мне клинья подбивает. Возьму специально, чтобы ее бесить. Она же, типа, жаждет Шепарда. Такая, о, боже мой, так его жажда. Он такой Шепард. А я такой, да-да-да, пошли со мной и не дам тебе обойдешься. Потом ящерицу возьмем и барбулятора. Уже все по-честному было. Ящерица, надеюсь, не вожделеет нас там. Он какой-то шипастый весь. Страшно представить, что у него с ботатосом. Если у ящерицы вообще ботатосы, может, они хвостами как-то это делают. Понятия не имею. Так, ну что, картинка приятная. Все красненькое. Камушки лежат. Все шикарно. Значит, F5-F5. Смотрим на карту. Значит, что мы нашли на карте? Обломки. И точки интереса. Сейчас мы все найдем. Еще раз проверяем, значит, по журналу. Мы сейчас занимаемся чем? Мы занимаемся зонд-шпион. Старые таких зонных устанавливали. Если совет узнает о более, если могут возникнуть проблемы, нужно найти, обезвредить и утилизировать этот зонд. Так мы нашли же уже какой-то зонд. Нет, мне интересно... Мне интересно, куда делось задание. На Ферресе обнаружили личный журнал, который беспокоился по поводу организации. Так, деятельность гетто-файл обнаружили терминал. Все держит информацию о том, что гетто-так. Это понятно. Обследуйте комплекс. На Ферресе обнаружили конфидент. Похоже. Какой-то образец на Нодарус. Это понятно. Зонд-шпион. Это понятно. Это шикарно. А где задание-то, которое я прилетел выполнять? Поставка где? Разыскивается. Что-то находится. Охреново знает. Все. Нету задания. Оно, видимо, поменялось на какое-то другое. Но мы ничего не узнаем. Ух ты ж. Ну, красиво. Красиво. Не поспоришь. Красиво. Тут прям красивенько. Так, давайте на карте отметим. Сначала сюда сквозь о нем. А через гору вот эту. Попрем на пролом. Попрем на пролом. Как-то бы, помимо вот поездушек на этом БТРе, сюда бы какое-то геймплейное разнообразие прикрутить. Интересно, мы сможем напрямую через эту скалу? Конечно, сможем. Она выглядела очень непреодолимо, если честно. Но не для нашего супер-бронетранспортера, которому пофиг на физику вообще. Я просто из принципа хочу на нее забраться. Если честно, я бы сделал эти скалы непреодолимыми. Но это серьезно глупо смотрится как-то. Какие-то элементы геймплея надо было все-таки прикручивать к БТРу, подумать, что на нем можно делать, чтобы он не просто так вот ездил. Ну да, он постреливает иногда по гетам, но как бы это совсем иногда. И то в рамках сценария. А вот по бочке он просто доставляет нашу жопу из точки А в точку Б. И ладно бы, эта игра была какой-то симулятор блуждания по планете. Ух ты, сейчас мы тут вот такую штуку сделаем. Уи-и-и, это безопасно! На тебе! Это же безопасно. Так, что это за... Ух ты, какой-то модуль прикольный. Можно прям подняться туда. Это вход в шахту, что ли, в какую-то? Здесь куча контейнеров накидано. Тут явно что-то интересное. Что по этому поводу думает барбулятор? Готово! А, это кальмар, простите, это кальмар. Показывайте путь. Ага, показываю. Все за мной. Сигнал идет из шахты? Подозрительно. Согласна. Он не падал. Кто-то специально привез его сюда. А, то есть мы сейчас занимаемся не поиском поставок еды, мы занимаемся поисками спутника. А я вообще-то летел еду искать. Ну ладно. Они могут не знать, что попало к ним в руки. Надо найти зонт, пока они его не взорвали. Хорошо. Точно. Все, ребят, мы зонт ищем, оказывается. А я прилетел еду искать, а мы зонт ищем. Я не понимаю, как это работает. Было задание разобраться с поставкой еды. Ты прилетаешь, тебе накидывают задание про зонт. Исчезает поставка еды, и ты почему-то ковыряешь зонт. Ну ладно, давайте зонт ковырять тоже. Мы должны спасти... Обезопасить регион. Так. Сохранимся на всякий случай. Вдруг нас застрелит сейчас. А я знаю, кто нахваливал. Я вспомнил. XBTTV ее нахваливали. Два товарища брата белоруса ее нахваливали. Что типа Mass Effect это такая серьезная прямо эпос. Эпос. Прямо вы все должны прямо наслаждаться. Вот. Вот откуда у меня это в голове. Что это мега супер друппер игра. По серьезу. Точно. Вот это кто говорил. Все. Я вспомнил. Ну и подписчики тоже хвалили. Так что не оправдывайтесь. Ну могли бы и сказать, что игра в такой же условной вселенной, как те же Звездные войны. Где тоже, если логику врубать, не выдерживает никакого. Хотя диснеевская новая трилогия, она даже по логике Звездных войн не выдерживает никакого. Так, ну что, какая-то заброшенная шахта. Или не заброшенная шахта. У нас, по крайней мере, ничто пока не встречает. А мы все идем, идем. Все ниже и ниже. Сейчас дадем. Но я на самом деле подмечаю, как по бочке делать. А, ну вот он лежит. Зонт. Ай-яй-яй-яй-яй. А это что за твою... Это был детонатор, капитан. Шепард, наконец-то. Чего? Это был детонатор. Ну детонатор отдельно, да, взорвался без подрыва заряда? Детонатор должен детонировать заряд. Эланас Халиад. Кто это? Я вас знаю? Меня зовут Эланас Халиад. Халиад. Сомневаюсь, что вы помните это имя. Как вы думаете, Шепард, кто управляет кланами систем термина? А? Тысячами пиратов, работорговцев, пандитов. Скажу как есть. Я не изучаю внутреннюю политику пиратского сообщества. Лидером становится сильнейший. Тот, кто убьет больше всего людей, захватит больше всего кораблей, разорит больше всего колоний. Натянет больше всего людей. Три года назад я был сильнейшим. Я использовал свое влияние, чтобы создать флотилию. Мы могли выгнать вас из предела. Это вы напали на Элизиум? Что такое Элизиум? Давайте хамить ему. А, так это вы организовали атаку на Элизиум. Злитесь, что мы загнали вас обратно в системы термина, да? Я был инициатором, вдохновителем тем, кто обещал богатство и славу за уничтожение крупнейшей колонии людей в скоплении. И тем, кого обвинили в неудаче. Когда Блиц был провален, я стал никем. А лучший способ вернуть былую репутацию, уничтожить первого спектра человека. Разве не так? Да кто тебе сказал? Вызвать норманди, не стоит недооценивать меня. Я вас найду, может, договоримся. Тоже мальчик что-то сам себе придумал. Он потерял власть, да, среди пиратов. Ну, своё, как, репутация понизилась у него. И лучший способ это убить первого спектра человека. Кто вообще слил, в совете, крыса, кто вообще слил пиратам, что спектр человек? Не стоит недооценивать меня, может, договоримся, я вас найду. А я вас найду. Мы ещё встретимся, Халят. Можете не сомневаться. Я очень в этом сомневаюсь. До свидания, Шепард. До свидания. Что будем делать теперь, Шепард? У нас есть воздух, свет. Нормандия всё ещё на орбите. Нужно искать другой выход. А Шепард ещё и телепат. Он как Азарь. Видите, он даже с ней не переспал, но уже телепат. Он говорит, а губы не шевелятся. Вот это мощно. Так. А, 8 секунд! А, что делать? Отключить узел вручную. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а. Танец Шепарда! Да, 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 да. Почему никто не танцует? С вами Шепард. Всё в порядке. Шепард. Ну, ничего себе, красавчик. Прямо в последний момент, да? Как будто с кончика писечки прям сняли. И всё, и всех спасли. Ну, если что, погибло бы всего три человека. Ладно, в масштабах вселенной это почти... А что у меня с... Почему? Эй, клавиатуру. Ой, кажется... Тут два варианта. Либо клавиатура разрядилась, либо я зря обходил бомбу, потому что я упёрся во что-то и застрял. Давайте F5, а теперь F9. Так. F5, а теперь F9. Так, нет, мы всё равно... Мы всё равно здесь стоим. Блин! Серьёзно, что ли? Клавиатура разрядилась. Так, хорошо. А так всё было хорошо. Хорошо, хорошо. Так. Автосохранение. Другой персонаж. Автосохранение. А это автосохранение. А, нет, это быстрое сохранение. 16.45. Нет, заново, что ли, всё делать? Может, правда, у меня всё-таки клавиатура разрядилась? Давайте-ка я быстренько проверю. Хотя индикация горит. Так, не расходимся. Сейчас всё будет. Ляра цани. Просто о любви о нашей села батарейка. Нет, дело не в батарейке. Дело в том, что Шепард застрял вот здесь. Я поменял батарейку в клавиатуре. Клавиатура не работает. А. Нет, она работает. Она работает неправильно. Смотрите. О, у, 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 у. Так, хорошо. А как я могу что-нибудь, какое-нибудь действие могу... Нет, слушайте. А, во-во-во-во-во! О, я справился. Так, меняю назад батарейку в клавиатуре. Ничего себе. Мы просто там попали в какую-то временную аномалию. Аномалия называется Скальский Черви. Он обволакивает подошву ботинок Шепарда. И Шепард не может идти никуда. Я даже ремастер игры десятилетней давности. Поэтому в нём, конечно же, есть такие тупые баги, которые за 10 лет никто не искал, не отлавливал. Не патчил, не фиксил, не... Какопиксил. Что там вообще в игровой индустрии принято делать? У меня такое ощущение, что в игровой индустрии сейчас принято думать только о том, как бы никого не обидеть. А как делать игры уже не модно думать даже в игровой индустрии. Так, ладно, хорошо. Ф5, Ф5. Ну всё, бежим отсюда. Вот это я прилетел. Да, вот это прилетело. Я очень неудачно прилетел. Нашу задницу чуть было не поджарил термоядерный заряд. Водородный, простите. Водородный. А что интересно разрушительнее? Термоядерный заряд или водородный? Ну, понятно, что зависит всё от мощности заряда. Ну, допустим, при равных условиях, что будет более разрушительно? Водородный или термоядерный? Полоневые патроны 7. Ого! Это я возьму. Полоневые патроны 7. Полоневых патронов 7 уровня надо взять. Давайте их выдадим даже кому-нибудь. Давайте ляра цани. Что у тебя, кстати, ляра по штурмовым ментовкам? А по драбашам? По драбашам, ну-ка. Есть у тебя что-нибудь посерьёзнее, драбаш? Нету. И всё нету, значит, в унигель. Так, а давай тебе выдадим. Вот у тебя ничего нет. Держи. Полоневые патроны. Где они? Вот они. Что они делают? Радиоактивный полоний добавляет. Давай. Держи тебе полоневый патрон. И держи тебе боевой сканер. Держи боевой сканер. Ты ко мне приставала. Я вроде как не согласился. Но я тебе, чтобы ты не расстраивалась, выдам тогда патроны. О, из дробовика ты будешь зажигать. И зажигать. И кинетический стабилизатор тебе на дробовик, чтобы ты супер метко из него зажигала. Так, пистоль у тебя получше. Снайперка у тебя прокачана. Уни-инструмент. Уни-инструмент всё у тебя есть. Биоусилитель. Единство, что делает биоусилитель. Что делает биоусилитель. Единство. Вот какой-то прикольный. Увеличение мощности. Мощность у него слабенькая. Всё остальное выше показателей. Всё. Солярис-1 тогда разобрать к чёртовой матери. Так, ты у нас кто? Ты у нас Азари. Для Азари брони не завалялось. Извини. Так, Гарус. А ты-то у нас что вообще? Ну-ка давай по тебе пробежимся. Стремная винтовка у тебя. Так, ладно. Держи дробовик. Этот штурм-1 сразу перерабатываем. Перерабатываем. А значит, ты тоже будешь зажигать у нас из дробовика. И давай тебе удлинение рельсы. Давай удлинение рельсы. Что делает? Урон и поглощение тепла. Держи. Вот такой мощный дробовик у тебя будет. С пистолетом у тебя что? Ладно. Пистолет более-менее нормальный. Поэтому пистолет мы сразу разбираем. Со снайперской винтовкой нету у тебя винтовок. Так, пистолет. Улучшение патронов. Крио патроны. Давай разрывные патроны у тебя будут для пистолета. Я так решил. И пистолет у тебя будет с кинетическим стабилизатором. Так, уни-инструмент. О, уни-инструмент. Инструмент 5. А почему я себе не могу поменять? Нет, подождите. Ну-ка, Шепард. Где у тебя уни-инструмент? А, у Шепарда нет уни-инструмента. Ну и все тогда. На тебе уни-инструмент. Экипировать. Экипировать. Все. А этот удалить. Так, броня, ты у нас кто? А, все равно нету для тебя брони. Все. Так. Народ подготовлен у меня. Пошли. Сейчас еще обследуем поверхность. Дальше. Ну, прям бомбочку ссыкотно было обезвреживать. Прямо на кончиках пальчиков мы его обезвредили. А, слушайте, а мы вышли с какой-то другой стороны. Этого я не ожидал. Ой, мы вышли где-то очень далеко. Ну, все. Короче, мы пошли пешком до БТР. Мы пешком до БТР. Мы сейчас дойдем по безлюдной, по планете. Мы пойдем. За мной кто-то бежит, а кто-то не бежит. А кто за мной не бежит, все за мной бегут. Мы дойдем, мы дойдем. Мне кажется, или камни в размерах увеличиваются, или так сделана анимация. Такое ощущение, что они меньше. Не то, что ты приближаешься к ним, и они больше становятся. Они как будто больше сами по себе становятся. Ох, ничего на своих. Да? Есть такая какая-то оптическая иллюзия странная? Смотри, такое ощущение, что камни из земли вырастают, и больше становятся. Не-не-не, мне не кажется. Может, это какие-то специальные камни? Может, это... Да, вон камень откровенной земли взял, вырос. Может, это какие-то местные липучки? Да нет. Че ты лезешь? Так, сколько нам бежать еще? Ничего-ничего, мы добежим. Местная звезда, вон. По имени Солнце. Да, камни реально в размере увеличиваются сами по себе. Я не знаю, бак это или фича, или на этой планете с камнями. Тут эти, главное, мелкие камушки нормально, а большие камушки прям в размерах увеличиваются. Я думал, может, на Фе как-то бронетранспортер к нам приблизится. Не, нифига. Да-да-да. Видите, да, вот эти камни, они прям-то идешь, и они увеличиваются в размерах. Вон, слева такая же фигня. Ладно, мы почти дошли. Сейчас мы свалимся с этой скалы, и вон там наш БТР. Смотрите, ну-ка, как думаете? Обнаружен противник. Да ты что? Серьезно? А кто? Камни на нас нападут? У нас вон кальмар, пшшш. Туда вниз ушел, и все. А кто на нас нападет-то? Где противник? Ну, как думаете, выживем, нет? Уи-и-и! Тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр. Тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр. Нет, здесь нельзя убиться, ребята. Тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр. Вот это Шепард. Ай да сукин сын, вот это красавчик Никто ничего не может ему сделать Вот и все Безлюдная планета Не проблема Я думал мы в командный модуль Этой шахты поднимемся Так, а где мой БТР? Я пришел А я пришел, а где БТР? А где БТР? Я уже пираты утолкали наш БТР Где БТР? А я знаю как найти БТР, сейчас смотрите Сейчас я его найду Сломаю логику игры, сейчас смотрите Я сейчас зайду в шахту А потом выйду из шахты И БТР появится Оно же в космосе так и работает Припарковал БТР, нет БТРа Ааа, хренушки В космосе может быть и да А вот в масс эффекте нет Так, ладно, хорошо Ну тогда нас ждет длинное Увлекательное путешествие На следующую точку Интересно Ты Игра, ты издеваешься что ли? А почему? Не понял А как я вышел с другой стороны? Подождите, я утратил нить повествования Ну ладно, хорошо Теперь он показывает, что БТР с другой стороны Не стоит, куда мы пришли Очень интересно Что, серьезно что ли? Назад бежать? Да ну нафиг Так, подождите Либо игра тупая, либо я тупой Так, камни увеличивающиеся в размерах Это мы уже посмотрели Слушайте, но здесь-то БТР-то точно заедет? А на своих двоих-то вряд ли Тут физика нам позволит? Да, смотрите-ка Человек не может так бегать Ладно, хорошо То есть, подождите Я же когда вышел, там не было БТРа Я когда вышел, там БТРа не было Может я в какую-нибудь не ту дверь вышел? Может я вышел не в ту дверь? Когда я что-то не сказал бы Что тут какая-то прям Какое-то разнообразие выходов Очень интересно Да, эта игра меня побеждает Ну и тот раз я вышел из этой же штуки Также посмотрел на карту Ага, вот мой БТР стоит Так, хорошо, заходим назад А-а-а А-а-а Отсюда можно только выйти, но нельзя зайти Так, смотрите, еще раз Я же не идиот Ну в плане, я идиот Это, конечно, само собой Вот Стоит Мако В принципе, повторяем то, что мы и делали до этого Бежим снова к БТРу Любуемся камнями Увеличивающимися в размере Помимо того, как мы к ним бежим За 10 лет это нельзя было починить Я вообще бегу не в ту сторону Я вообще не в ту сторону бегу Ни черта не понятно Но очень интересно А, так я, наверное Короче Гарус, за мной Все за мной Мы сломали логику игры конкретно Мы даванули через скалу Не в ту сторону Враги вон загрузились Но мы пошли оттуда Поэтому игра не поняла Куда их загружать И у нас исчез БТР Типа его вот эти Все, я понял Ого, сейчас мы им космическую матумбу здесь устроим Лачкумба Отряд к бою Отряд Всем взять Снайперские Винтовки Мы в кое веки ими Воспользуемся Так как у нас Господствующая позиция Это по-любому враги Как думаете Это враги? Может это мирные? Цель получена Цель получена Паучи яйца Но это же враги Как вы считаете? Мне кажется Это враги А короче Я космоинженер Мне наплевать Огонь А так Где, где, где Снайперка Целься давай Так Ну-ка Колдунство на него Так Вот тут у нас Особо опасный Кроган Отправить его полетать И почему он не полетел Никуда Так Так у нас Господствующая позиция А у меня же Снайперка Которая перегревается Чуть что Надо очень Бережно К охлаждению Относиться Всем восстановить щиты Так Так Кто у нас тут еще Хочет колдунства Ну-ка давай Вот это колдунство Наем Что у тебя Мощности Колдунства Твоего Не хватает Что О У нас уже все Гаруса Срубили Я Гарусу Прозвище Не придумал Поэтому Ты будешь Пока что Гарус Вставай Гарус Восполнить Щиты Так Ну ты там уже Рядом с ними Стоишь Ты можешь Прямо Вот это что Снимай с них Щиты А ты Кидай его Вот так Вот Минус Один Что Гарус Опять лег Отдохнуть А Элана Вот он Этот чувак Самый главный Злодей Нас напал А Мы теряем Мы теряем Ребят Так Но он не знает Что у меня есть Супер винтовка Так Все Тихо Тихо Он не знает Что у меня есть Супер винтовка У которой Супер режим Так Ну-ка иди сюда Так Так Тихо Щиты не держит Куда он делся Так Все Шепард Отступаем Отступаем Шепард Поднимай товарищей А Ты не можешь их поднять Перезаряжай способности Все Сиди здесь теперь Топор Топор Сиди как вор И не выглядывай во двор Так Отряд Убегаем Так А теперь Я все равно Буду Их напрягать А у них Очень Меткие Оружия У них У них прям Меткие Меткие Оружи Куда ты побежал Не люблю я снайперское оружие Вообще терпеть Ненавижу Так Ну где мои бойцы Будете убегать Нет Я же вам там Приказ На подъем давал У меня такое чувство Что я просто До них тупо Не добиваю Да Может же такое быть Они до меня добивают А я до них не добиваю Так Снаряжение Гранаты Так Усыпляющий газ Мне ни к чему Давайте Фугасную гранату Не зажигательную Ну-ка Зажигательную Гранату Ооо Сейчас мы зажжем Не по-детски Вообще Так Ну-ка Г Что-то Пофиг На мои На мои Зажигания Так Ладно Все Значит Ступаем В открытое Противостояние Бежим Пока нас Держат щиты Щиты Держат Щиты На максимум Максимум Скорости Отряд Вставай Да я Не сомневаюсь Так Этот Перелег Отдохнуть Максимум Щитов Ну вот И все Что я там Выдумал Так Что выдумал Там фигню Какую-то Вот и все А нет Не все Гроган Еще Гроган Пират Халяту Многое пришлось Сделать Чтобы вы Оказались Здесь Жаль Что все Кончилось По крайней мере Для него После того Как вы Оказались На поверхности Радиопередатчик Вашего скафандра Установил связь Нормандии Пора выбираться Отсюда А то есть Если бы я хотел Раньше свалить У меня бы не получилось Ну все Мы всех перебили Район свободен Район свободен Ура Во Смотрите Они прикатили На каком прикольной штуке Я хочу вот на такой штуке Покататься Мне интересно А где здесь водитель сидит У него очень Сплюснутая кабина Мне кажется Там негде Живому организму Поместиться Здесь такой Слизень какой-нибудь Может им Управлять О это еще не все Это еще не все Рано Списывать Шепарда Со счетов С энергетических Счетов Разумеется Мы еще не все Обшарили на этой Чудо планете Мы еще не побывали Где Вот в этом вопросике Поехали Может найдем Какие-нибудь залежи Минералов Или еще Вот это интересно Да То есть Он заманил Спектра Хотел взорвать его Ядерные ракеты Не получилось Решил застрелить Тоже не получилось Потому что Спектр со снайперской Винтовкой С горы Его расстрелял Всю его шайку-лейку Так Я почти на знаке вопроса И что О Вот это прикольно Вот это реально Так вот Тело Фиг найдешь Кто-то здесь был Какой-то поселенец Труп падальщика Найти артефакт Круто Мы взламываем Труп еще Тогда мы камень Взламывали Теперь Труп взламываем Тело находится вдали от источников цивилизации Причем достаточно давно На нем вы нашли альбом с рисунками Среди которых изображены эмблемы базы Сиглар Давайте хоть камнями его присыпем Метку на карте сделаем Потому что надо определить, кто это несчастный Кому какое дело? Обломки В обломки теперь поехали Вообще, какая-то толика любопытства есть Вот когда ты высаживаешься на планету Что-то едешь куда-то Бесспорно, что-то прям какое-то любопытство берет Но мне кажется, что геймплейно надо было езду на БТР И как-то еще какие-то элементы делать Ну, элементарно, чтобы кто-то нападал Чтобы в кого-то стрелять Потому что стрельба только по задачам А так он ездит, это достаточно уныло Или каких-то точек интересов Ну вот, нашли труп, это прям интересно О, разбившийся зонд Разбившийся зонд Что же тут здесь такое? Переработать Электроника, низкий уровень навыков В плане Ааа, у меня технаряда нету Ну, как Гарус Гарус, ты у нас кто? Гарус, кстати, у нас должен был всех вообще раскидать Потому что он вообще специалист А, электроника Гарус А, что это ты молчишь? А почему электронику нельзя открыть? Может, уж надо другие способности ему поднять Какую-нибудь боевую подготовку, например, не знаю Дешифровку Поглощающее поле Ну, что у тебя электроника-то не открывается? Алло, электроника Открывайся, что ли? Таурианский агент На максимум вкачан Что, у тебя электроника не предусмотренная, да? Все, все очки потратил, ничего не сделал Ладно Так, а Лиара у нас? Ой, нет, не карта же, конечно Отряды Лиарка, что думает? О, электроника Вот это не зря кальмар с собой взял Сейчас мы все сломаем Все, максимальная электроника Ну-ка, ломай О, кинетический буфер 7 И удлинение рельсы 7 Конечно, все взять Конечно, все взять Быстро лезем в снаряжение Легкая броня, человек Убийца, 7 Взять Так, ну-ка, Джон Шепард Броня Убийца, 7 Стремная, если честно, броня Гидра, 5 У меня вот броня Медведица, 5 Это убийца, 7 Медведица, 5 Нормальная броня Так, винтовка Ну-ка, что у меня здесь? Бронебойные патроны, 2 А что я такой стрёмный-то? Зачем они мне? Бронебойные патроны, 2 У меня здесь протонные патроны 6 есть Ну-ка, давай А вот здесь у нас что? Улучшенный прицел Во, длиннее не рельсы Вот я что хочу Во Вот такая теперь винтовка у меня будет Мощная Ну и всё, собственно говоря Валим Мы же всё теперь исследовали Все точки интереса посмотрели Но поставку мы так и не нашли Всё, на Нормандию Да А я вообще-то летел узнать Что с поставкой продуктов Было, конечно Конечно, мне любопытно Как теперь поймать Узнайте об образцах подробнее Доктор по воду образцов Которую назвал Цербер И что мне надо делать в этой вкладке Отправляйте систему Вот Все что там Скопление Так, понятно Деятельность гетто Файл обнаружен терминал В гетто Что здесь же надо сделать С туманности Армстронга Узнайте, что так Обследуйте комплекс Партерианские диски Таурианские эмблемы Ну мы тут ищем Таурианские эмблемы Вон пять нашли Найдите свидетельство Сражения Медальоны Лиги Салерианские жетоны В этих системах Медальонов Лиги Единения Похоже Салерианский артефакт Я нашёл так Но это неинтересно Разыскивается человек Я не смог Найти Я не знаю Как это задание работает Вообще не понимаю Как эти задания работают Я полетел искать Поставку продуктов Она исчезла Мне дали спутник Какой-то искать Если честно Очень непонятно Это на цитадели Занятие Потом вернёмся Так, хорошо Вот у нас это тоже появилось После гигантской картошки Отправляйтесь В журнале Что-то говорилось О системе Матана В скоплении Коричневое море Поиски лучше начинать оттуда Узнайте об образцах Это куда они образцы отправляли Да, но у нас вот есть обратно Вот эти Веймайер И вот эта всякая штука Но это мы по следам Сарена идём Ладно, в следующем прохождении Полетим заниматься Все этой побочкой Ещё дополнительной Ну, такое мощное Прямо приключение Сейчас было Прямо Аж сфинктер сжался Как мы в бомбу обезвреживали Ну, это, кстати Реально прикольно было Но потом что-то Подзатупили Маленечко Подзатупили Интересно А вот куча Иллюминаций На потолке Всяких консолей И важных приборов Это очень удобно Мне кажется Консоли всё-таки Лучше вот так Где-то располагать На уровне глаз Вон, как у экипажа Да, чем вот тут Вот на потолке Вот и такой Ну-ка, я включу кондиционер Я не могу Принесите стремянку Я хочу добавить мощность На кондиционере И в карту Бабах упал Вот это вот В звёздную В голограмму И всё И там порно-симулятор Запустился Прям с Джесси Роудс И все смотрят На позорище Это как капитан Там Что-то как-то Вот так, видимо Ладненько Всем спасибо за просмотр До новых встреч Пока-пока